Как защитить информацию при ее передаче? На этот вопрос ответили ученые радиофизики Казанского Федерального. И создали новую систему генерации распределения ключей шифрования, сокращенно Геракл. Сложности работы были в том, что мы первая группа, которая в России взялась за эту проблематику. Поэтому пришлось много начинать с нуля, но и это очень сильно воодушевело, потому что работа над новым проектом, над новой идеей, именно ощущение того, что ты создаешь что-то новое своими руками, оно, конечно, очень вдохновляет. Предлагаемая система, что интересно, основана не на математических алгоритмах, а на случайных физических процессах. Перехват ключа невозможен в силу природной стихийности физических процессов распространения радиоволн. Ключи перехватываются, потому что они доставляются от одного пункта до другого каким-то образом. В нашем случае доставки не происходят, они генерируются непосредственно в пунктах за счет того, что оба пункта наблюдают одну и ту же среду, одну и ту же случайную обстановку. И поскольку нет передачи ключа, существует создание ключа только конкретной точки, то невозможно его перехватить. Ключ шифрования может применяться в совершенно различных областях. Например, для защищенных военных коммуникаций, где можно использовать непредсказуемые изменения тактичной обстановки на поле боя при обмене радиосигналами для создания случайных последовательностей и генерации новых ключей. Это можно использовать и в банковской сфере, а также в любом офисе для защиты уязвимых беспроводных Wi-Fi точек. По периметру любого офисного помещения расположена группа Wi-Fi точек, которые непрерывно обмениваются сигналами друг с другом. Но в то же самое время сама среда, по которой распространяются сигналы, она непрерывно изменяется в течение рабочего дня, потому что перемещаются сотрудники постоянно с какими-то поручениями, с какими-то бумагами. Каждый сотрудник выступает в качестве случайного рассеивателя, который вносит случайность и непредсказуемость в канал связи. Таким образом, используя случайность в офисной обстановке, Wi-Fi точки могут обновлять ключи и непредсказуемо менять свои пароли и шифры. Именно основная уязвимость Wi-Fi сетей в том, что они используют статичный, запрограммированный на этапе конфигурирования сети ключи. А наша среда, она постоянно изменяется, она позволяет непрерывно, случайно и непредсказуемо изменять ключ, используя именно случайность канала связи. В системе Геракл работают два легальных устройства связи, которые непрерывно обмениваются радиосигналами на частоте порядка 1 ГГц. В лабораториях их ласково и по-домашнему называют Элис и Боб. Но есть и третье устройство Ева, идентично и легальным, но являющимся потенциальным противником, стремящимся прослушать легальных абонентов. Для защиты от противника легальное устройство в течение короткого времени генерирует секретный ключ, используя случайность канала связи. Допустим, мы с вами хотим провести защищенную видеоконференцию, но не хотим, чтобы нас кто-то подслушивал или перехватил эту видеоконференцию. Мы можем воспользоваться нашей системой и пронаблюдать за случайностью канала. Нажимаем, запускаем, генерация ключей. И как мы видим, за счет того, что наш ключ обновился и стал неизвестен перехватчику, он не может за нами больше наблюдать. Теоретическая часть проекта легла в основу кандидатской диссертации Амира Сулимова. Возглавил работу профессор кафедры радиофизики Аркадий Карпов. А разработчиками аппаратуры комплекса «Геракл» стали аспирант кафедры радиофизики Айдар Галиев и ассистент кафедры Алексей Смоляков. На основе этих наработок были созданы опытные макеты, которые уже являются законченным готовым продуктом, которые осуществляют генерацию ключей и постоянное их обновление. Сейчас перед разработчиками стоит задача внести упрощение в систему, чтобы достичь того же самого результата, но с меньшими затратами и с более доступной коммерческой аппаратурой. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.